Добрый вечер, дорогие друзья! Как всегда, мы с Сашей рады вас приветствовать в нашем доме, видеть вас здесь, для того, чтобы провести хорошо время в тёплой, дружеской обстановке. Если она не столько тёплая, а даже жаркая, можете раздеться. Мы не просто. Кому удобно, пожалуйста, раздевайтесь. Это хороший день. Мы просим не говорить о войне, не говорить о ковиде и не говорить о религии. Почему? Потому что это вопросы, которые делают конфронтацию между людьми. Мы не хотим обострения, все должны были прийти с хорошим настроением и уйти с хорошим настроением. Не стесняться, чувствовать себя в домашней обстановке, чтобы вам было приятно и хорошо у нас, всем. Самое главное, чтобы вам было. Если у вас будут какие-то пожелания, предложения по совершенствованию наших вечеров, литературно-музыкальных у белого рояля, пожалуйста, давайте свои предложения и замечания. А теперь наше выступление. Всего вам доброго. Первое место. В этом выступлении я решила объединить творчество двух замечательных людей. Александра Шпанер и Якова Ратманского. Правда, они и без меня уже давно объединились, потому что у Яши довольно много песен на стихи Сашины. Развлекать мы вас будем вчетвером. С нами Оксана, она будет для вас петь. И позднее присоединится Александра. Теперь в делу. Мы тоже петь будем. Любовь – главная тема стихов Саши. Любовь и страсть. Влекома одной подчиняющей страстью, Как в зеркало в строчке гляжу, Рисую картины молитвы о счастье, Молюсь о просвете в душевном ненастии И снова за строки сажусь. И еще несколько коротких стихов, Которые объединены вместе с предыдущим Одной общим названием – Подчиняющая страсть. Когда меня одолевают рифмы, Живу я так, Как будто на пролом Сквозь стены прохожу. Иду на рифы, Не знаю, где начало, Что потом, Не замечаю времени и места, Забыв про все вопросы о делах, Я слышу, как... Я как в тумане принимаю вести И слышу только музыку стиха. Мне скучно и тоскливо, Если нет в душе моей Особенного света. О, вовсе я не претендую, Нет, Название высокое поэт, Но есть, мне кажется, Он у поэтов. Любая мысль должна быть выражена ясно, За сложностью не спрятать пустоты, Ободнимусь ли до высокой простоты, До нерва оголенности прекрасной. Если есть у тебя кто-то, Песня на стихи Александра Шпанер, Музыка Якова Ратманского. Где ваша... Когда есть у тебя кто-то, Кто в огонь за тебя и в воду, То в костер ты швыряешь ноты И не ищешь в реке брода, Потому что он знает, где ты, Ты же знаешь, что он верный, У тебя он всегда сотый, Для него ты всегда первый. И когда он обжёг руки, Когда холод сковал спину, Он в своей не заметил муки, И ты принял это рутинно. У тебя он всегда где-то, А ты для него рядом. И не важно, зима, лето, И каким ты идёшь садом. За тебя он пойдёт на плаху, С тобой у столба позора, А ты ищешь чужого взора, Покаянную снял рубаху. Если есть с вами рядом кто-то, Кто за вас и в огонь, и в воду, Не швыряйте в костёр ноты, Поищите в реке брода. Не швыряйте в костёр ноты, Поищите в реке брода. Многие Сашины строчки сами просятся в музыку. Даже её проза лирична. Например, о любимом Цауле, Её отдушине, где она проводила много времени. Когда я озвучивала этот текст Для Яшиного видеофильма, Он просто пелся. Чувства вообще в Саше бурлятся, Покоя ей не даёт. Я хочу жить в придуманном мире, Где всегда зеленеет трава, И запятнана солнцем квартира, И стихами полна голова, Где от радости сердце кружится, От восторга поёт тишина. Прилетают знакомые птицы, Поклевать на ладони серна. Даже графика Александры, Её нежные акварели настолько лиричны, Что они напоминают стихи. Когда читаешь её стихи, Они словно нежные акварели, То помнишь осень, Ещё пели птицы, И с ними сердце пело в унисон, И трепетали длинные ресницы В предчувствии, Что былью станет сон. И поднималось розовое утро, И день купался в солнечном тепле, И время вспять, И я летала будто Полёт без притяжения к земле, То помнишь осень, Ещё пели птицы, И с ними сердце пело в унисон. А ребята, Песня на стихе Александр Шпанер И музыка Якова Ратманского. Оксана, пожалуйста. Любила я в часы уединения, Сидеть в саду в тени седых олив, Внимать полуденного зноя пенью, Игру искрящегося света с тенью, В морских волнах торопящих прилив. И столько неги в воздухе разлита, Лениво бриз ласкает сон травы, И взору тайному доверчиво открыты, Недосягаемая дольче вита, Регата одинокая и вы. И знала я, когда наступит вечер, Прохладою оденется залив, Мне не уйти от нашей новой встречи, Я буду слушать ваши искренние речи, И мысленно о следующей молить. И столько неги в воздухе разлита, Лениво бриз ласкает сон травы, И взору тайному доверчиво открыты, Недосягаемая дольче вита, Регата одинокая и вы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И столько неги в воздухе разлита, Лениво бриз ласкает сон травы, И взору тайному доверчиво открыты, Недосягаемая дольче вита, Регата одинокая и вы. Регата одинокая и вы. Красноярocal Лениво бриз ласкает на peoplesелоках Лениво бриз пациентов И депортиза M Village Спасибо Оксана, спасибо большое. А теперь ваше слово товарищ. На малыш seats Tito, Не малыш, а Александра. Давайте мать. Если бы не Яша, конечно, ничего бы этого не было. Ну и у меня есть пара стихотворений, посвященных Яше. Они не новые, но в общем ничего не меняется. Саша, возьми этот телефон. Без телефона никто. А сейчас смысл? Да, конечно. Значит, ну это выдержки. Стихи довольно длинные, поэтому я такие выдержки почитаю. Яша, в тебе сочетается масса поэтов, Создателей всех шедевральных сонетов, Но песню не каждый напишет из них. Тебе же всегда сочинять за двоих. Да только давай экономь свои дни, Заказов до черта, а мы-то одни. Друзьями богаты и швейной иглой, И вечно ты занят веселой игрой. То фотки, то кадры, крутое кино, Рассказ настрочить и пейзаж заодно. Не увлекайся без меры, юнец, Да степенись, оглянись, наконец. Саша, ты идти прочитай. Это не про меня. Да, у Яши был день рождения, Я себе представила, Какой бы монолог он произнес. Ну, вот выдержки из этого монолога, Я вам сейчас отчитаю. Из монолога Яши в день его рождения. Гляжу я на Эрии и думу гадаю, Зачем я портной и штаны подшиваю. Я мог бы летать над озерной стихией, Но некогда мне, сочиняю стихия, А тут еще книги, и фильмы, и песни. И жизнь веселее, и жить интереснее. Гляжу я на Эрии, Зачем мне летать, Когда в облаках я умею витать? И друзьям мне желают, Витай в облаках, А славу твою мы несем на руках. Наверное, возьмут и меня на пороки, Пожалуй, пойду, подошью и мбру. Спасибо, Сашенька. Спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо. Уж закат полыхает пожаром, День уставший сгорает дотла, Подпирает седым покрывалом Ночь остатки земного тепла. Под темнеющим зонтиком лето Зажигает свои фонари, И в полете сгорает комета, Исполняя желания мои. Так, это был лирический Яков Ратманский. Мне ваше обещание весны, Зимой и лютой обернулось. Было такое. Слова и музыка Александра Ратманска. Александр Ратманский. Слова и музыка. Слова и музыка. Слова и музыка. Великий и толстой. Все смешалось. Слова и музыка. Объединило совсем. А ну-ка, это мы и что? Мне ваше обещание весны. Зимой и лютая вернулось. Вместо цветущей тишины Я слышу, как ветер проснулось. Стучат родинками в окно. Мне ноты старого романса. Идет неснятое кино. Ломая время и пространство. А я мелькаю, будто тень. Конец меняю на начало. И слышу, как цветет сирень. И вот вдруг весна, как обещала. А я мелькаю, будто тень. Конец меняю на начало. И вижу, как цветет сирень. И вновь весна, как обещала. Позови меня в осень, В золотой листопад, В царство елей и сосен, Не сменивших наряд. Позови меня в зиму, Где метель и мороз, Где витают незримо Льдинки каплями слез. И в весну, где капели, Ты меня позови, Чтобы песни нам пели На заре соловьи. Позови меня в лето, В то, где царствует свет, В то, где солнцем согреты И закат, и рассвет. Вновь в осеннее золото Ты меня не зови. Где звучат, звучит по мне колокол, Не поют соловьи, Где седые метели Уж сменяют дожди. Соловьи постарели, Не поют о любви. Слова и музыка Якова Ратманского, Ну, что поделаешь, Коль жизнь трещит по швам, Здесь подлатаешь, Там вдруг снова рвется, Ни раны залечить не удается, Пока не мне, Ну и пока не вам, Пока не мне, Ну и пока не вам. Ножи согнуть, стремиться пополам, Мы выпрямляемся, Но видно, ей не имется, И разогнуться все никак не удается, Пока не мне, Ну и пока не вам, Пока не мне, Ну и пока не вам. Моё кино разбито по годам, Но плёнка жизни Постоянно рвётся, И склеить кадры тебе никак Не удаётся, Пока не мне, Ну и пока не вам, Пока не мне, Ну и пока не вам. И очень хочется Поверить вешеным снам, Где не болит душа, И сердце ровно бьётся, Но сон в реальность Воплотить не удаётся, Пока не мне, Ну и пока не вам, Пока не мне, Ну и пока не вам. Стоят события По нурам, По углам, Разглажены Помятые страницы, Но то, что это мы, Наши лица, И верится не мне, Не даже вам, Не верится не мне, Не даже вам, Но то, что это мы, Хоть слог становится короче, мысль получается длинней. И годы мчатся, как недели, Находок меньше, чем потерь. Что света нет в конце тоннеля, Ты понимаешь лишь теперь. Вот на этой пессимистической совершенно ноте Я передаю слово Якову Расманскому. Но, надеюсь, он расскажет вам что-нибудь веселенькое. Так, вот есть какие-то стиши, которые я вам почитаю, очень короткие. Я стараюсь выбирать чем покороче, Потому что много, большая очередь. Я вас нежно касался рукой, Целовал вас почти наяву. Танцевали вы вместе со мной Игур сели под песню мою. Ваши чувства в каком-то моменте Отдавались мне всей душой. Ну а там, на другом континенте, В этом время, вам остается другой. Дело в том, что это было написано Линия Городецкая, которая находится в Израиле. Самое интересное, что она об этом не знала. Ну вот так получилось. Тоскливый взгляд, и тяжелее поступ, И женщины вокруг спешат. Мне не знакомое на ощупь. Я жизнь прекрасную прожил, Был путь сей долог и неровен. Помню, что женщин я любил, Но вот за что, так и не понял. Не, не помню. Не помню скорее. А есть кому напомнить, нет? Взгляд потускнел, Щеки отбисли, Замыкается жизнь и кольцо. Даже самые задние мысли Уже все перешли на лицо. Однажды показалось мне, Что я у женщин где-то с краю, Но мысли не ясны вполне, Я радуюсь или страдаю. Есть у меня знакомый, который живет в Израиле, Пишет очень хорошие детские стихи, Я не могу удержаться для того, Чтобы никак не поддеть его. У него был стишок, Я нашел большую гайку, Весом чуть не в килограмм, И теперь сиди, гадайка, Но кому я ее отдам? Я не сорока. Написал такую, я ему ответил. Спасибо, Ионечка Сорока, Что эту гайку сберегли. Она как раз крепилась сбоку моей задницы в груди. При рождении так сложилось, Болтом не зацепив струны, Надежно вроде бы крепилась, Она с наилучшей стороны. Зад разболтом, ноги гнутся, От гайки сорванной резьбы. Мне без нее не увернуться, От пинков своей судьбы. А вот у него есть такое. Новый житель за стеной, Бьет на стену молотком, Так что живь едва я, И сверлит ее потом, Нам мозги взрывая. То есть у него там сосед какой-то был. Да, не повезло вам малость, Что сосед не очень тих. Плохо то, что вам досталось Одна стенка на двоих. Вот, собственно говоря, На сегодня я с вами прощаюсь. Все, будьте здоровы. Дома, я пою бы лучше. Придем к тебе домой. Ща же. Еще адрес не забыли. Здесь было так много стихов, Уже пора как-то немножко Отойти в сторону от этого. И я в этот раз просто Пригодил такую небольшую юморочку. Называется она «Мих-мих» или «Сон в неспокойную ночь». То, о чем я вам расскажу, Трудно почет. Вернее, быть того не могло Лишь по одной причине. Каким образом мой кумир, Михаил Михайлович, Вдруг постучал ко мне в дверь В час ночи. Представляете, Сам Жванец. Что вы на меня так усталились? Да, живой такой, Бодренький себя. Голос бодренький. Неужели непонятно? Кстати, Я, видимо, был так и как вы В первый момент ошалел. Вот и так ко мне За панибратски. Впустишь? В туалет надо. Ну, случилось. Я заглянул в глазок. Блин. Он с портфелем на одной ноге. Смотрю, запрыгал к двери напротив. Ну, нет, Такого не бывает. Быстро открыл оба замка. Ну, вы знаете, Как это у нас в Одессе. Мих-мих, быстренько. Первая дверь направо. И... Боже, как дома хорошо. Ты меня звал? Раскрепил простуженный голос. Мне надо по привычке. Иди лечись. Я скоро. Блаженство. Раздались водопадные звуки И вдох нескрываемого наслаждения. Я вошел в гостинную. Интересно, С кем это у меня говорили? Автоматически ущипнул тебя за ляжку. Не как живой. Я здесь, на диване. С рыжим из недавних Подтеснувшейся кожей портфелем. А микс-микс в моем туалете. Тоже живой. И непонятно, С кем беседовать. Абсюрд. Поговорил в слух, Вспомнил неподражаемое слово Шурика Шердинга. Ты прав. Своец кинул По-моему, тебе зависит от взгляда. Не нервничай. У меня командировка От него. Он указал пальцем вверх. Черт побери. Он никак не мог справиться С этим замком в Ширинке. Раньше были пуговицы. Не было проблем. А теперь, твою мать. Ну, слава богу. То-то. Хриплый голос довольно пультно. Не обращай внимания. Я ненадолго. А ты молодец. Так сразу, ты по-небратски. Мих-мих. Так ко мне не обращался никто. Жванецкий счастливо улыбнулся. Научу его этому именю. А то только товарищ Жванецкий С твердым знаком на конце. Забавно. А вы знаете, рай? Там мне койку отвели. Примитивен. Думаю, в аду веселей и жарче. И жизнь ярче. Костры жгут. Отсюда. Неинтересно. Отстало от жизни. Разве кого не встречу, так у них по 9 и 12. А вы словно ком проглотили. Я могу вам чем-то помочь? Микстуру? Может, водки? Шнапса? На лице явно проступало продруковатое выражение. А ком это так? И не верилось в возможность подобной ситуации. Только вот похоронили всей страной. Чуть больше года. Сижу, боюсь моргнуть. Вдруг мираж. Какая микстура? Он же бог. Я его мозги протер. Не сиди на тучах. Старый уже. Так он. Говорит, не могу. Иначе к тебе обращаться, как товарищ. Себя почитали больше, чем меня. Я в первое время спущался. После вчерашней попойки. Надо же. Портфель действительно сойдет, как у Жванецкого. Только новенький, замусоренный ручкой. Престиции же такое ступало в голову, пока в судорогах не добежал до туалета. Спасибо, Валерий. Меня слышно? Да. Прекрасно. Маленькая купельника. Нам вчера было пятьдесят шесть лет. Принимаем поздравления. Поздравляем. Расскажите секреты. Это моя жена. Расскажите секреты. Кто не знает. Ты тихо, трепетно дышала. И были сны твои легки. И голова твоя лежала в излучине моей руки. Под абажуром пела муха. Дремали тени на стене. И розовая точка уха, мочка уха, дрожала лепестком во сне. А за окном из мглы туманной светила тихо нам луна. И ты была такой желанной, такой невыпитой до дна. Такой утрепетной и нежной, с улыбкой светлой на губах, с дыханием плоти безмятежной в своих волшебных сладких снах. И я, склонившись над тобою, твой верный рыцарь, принц и паш, назначенный самой судьбою, твоей души безменный страх. Почувствовав светло и ясно, сиянием дня и прахом трезв, как все давно нам не напрасно, как я люблю тебя и жизнь. Здравствуйте, меня зовут Марина. Давно не виделись. Я принесла вам 4 песни. Я думаю, мы разделим 2 в этом отделении на следующем отделении. Следующая песня, которую я хочу исполнить, она такая невинная, хорошая, с хорошим смыслом. Да, песня, песня называется «Шалом». Если вы знаете слова, ходите вместе со мной, это специально для вас. Только не заглушая аккомпанемент, там голос, почему, микрофона нет. Я тебе навстречу просто улыбнусь и словами сердца твоего коснусь. Пусть пожелаю счастья и удачу, станет легче и светлее тебе идти. Под парящим солнцем или под дождем я всегда тебе скажу привет. Шалом, 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 мой друг, шалом, мы с парой за коробом идем. Шалом, мой друг, шалом, мы все встретились, значит, живем. Шалом, шалом, мой друг, шалом, 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 мы все встретились, значит, живем. Шалом, шалом. Шалом, 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 шалом. Уберечься от беды Я тебе на память подарю свой звон Чтобы каждой новой встрече ты был рад Под полящим солнцем или под дождем Я всегда тебе скажу привет Шалом, шалом, мой друг, шалом Пусть порос над дорогом идем Шалом, мой друг, шалом Мы же встретились, значит, живем Счастья на пути твоем Мира и добра в твой дом Ночью темной или светлым днем Я всегда тебе скажу шалом Шалом, мой друг, шалом Пусть со мной с дорогами идем, шалом, мой друг, шалом Пусть со мной с дорогами идем, шалом, мой друг, шалом Шалом, шалом, мы все встретили, значит, живем Шалом, 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 говорим, шалом Пусть со мной с дорогами идем, шалом, мой друг, шалом Пусть со мной с дорогами идем, шалом, говорим, шалом Шалом, шалом, мы же встретились, значит, живем. Шалом, шалом, мы же встретились, значит, живем. Шалом, шалом. Следующая песня из репертуара Аллы Борисовны Пугачевой. Песня называется «Сады Вишневой». Мои сады вишневые Налетели в юги и грозные. Или песни непутемые И совсем-совсем-совсем не звездные. Но незнолюбие, глупые Есть один секрет, Ведь слаще она до самороза. Ты моя любовь последняя, Ты воля моя, Новая мечта о счастье. Ты моя любовь последняя, Жизнь моя. Не страшны с тобой ненастья, Не страшны, не страшны, Не страшны с тобой. Мою любовь последнюю Налетели злые горды, Подружили ее сплетнями И пустыми злыми разговорами. Но не знали птицы новые, Но не знали птицы новые, Что мою любовь так просто Ведом не разрушить. Ты моя любовь последняя, Ты моя любовь последняя, Ты боль моя, Новая мечта о счастье. Ты моя любовь последняя, Моя любовьледельная, Не страшны с тобой ненастья, Не страшны, не страшны, Не страшны с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Новая мечта о счастье, ты моя любовь, последняя жизнь моя, не страшны с тобой ненастья, не страшны, не страшны, не страшны слов. Аплодисменты.